вот это уберите уже будет попроще и чтоб я танком мог доехать просто не смог доехать там он застрял и все рулить каждому в отдельности это миссия от алекс вольта зачистка релиз 25 августа 2010 года она была выложена я мент от роднор или подноб благодаря успехам предыдущего командования идем она была захвачена харкона нами но окружающие нас враги убили главного генерала мы даем вам шанс доказать что вы лучше него подредактировал я текст потому что там были такие обороты что просто от рейдоса боятся открытой войны и прикрываются остатками сил ордосов чтобы восстановить силы ваша задача произвести молниеносный штурм пока сила 30 of него стану не восстановились и не стали предоставлять опасность а так совет совет был нет это был только еще те кто с ошибками правда ну вот давай совет на мудро используйте пехоту и имеющиеся средства то есть деньги для захвата зданий в вашей армии есть довольно фанатичные юниты которые сразу же бросаются в атаку едва завидев врага будьте осторожны держите их под контролем они буквально сразу там побегут остерегайтесь песка черви действительно сумасшедшие в этом регионе да подтверждаю да мы принимаем бой это главный генерал я такую должность конечно первый раз слышу главный генерал ну это была предыстория про генерала то есть мы ее к этому времени уже по качестве элемента должны были забыть но юзер это можно это можно забыть это там на самом деле была большая предыстория это еще сокращенная версия ну просто и не тут ограничение есть в тексте чтобы добавлять вот как текст его поэтому пришлось некоторые вещи сокращать и может быть не очень это стало выглядеть нарядно но тем не менее слушай алекс вольт здесь семь лет назад делаешь он семь лет уже делают компании да вообще где его компании это единственная публичная миссия от алекс вольт я бы сказал что продуктивный у него близко там где-то к полу к плинтусу но он прославился тем что он написал тучу сюжетов там целый абзац и катал там беспрерывно за свое время до пулемет да да ладно давайте зачнем . пд конечно то есть он писатель хорошее да вот поэт вот наки тексты пишет не очень зато компании сколько они при не предусмотрены то их и свойства такие скорее всего бы сначала люди нет думаю раз он рисовал он не мог к чему не могу назначить потому что редакторов не было никаких руками как руками ну-ка заходишь файлик 16 или такой район править дюна называется пин там много этих шестнадцатеричных значений какой именно какой смысл добавлять баг вот именно в вместе вот в этом я думаю он сделал у него это все работало надо его самого спрашивать ой кошмар на тот момент нельзя было ну я думаю можно ну и у юзера своя философия не стал бы он добавлять просто так глючные блоки и пять штук все центр карты смысл какой она бы и без него то рано не считает что он глю начинает потому что потому что он глючно выглядит глючно во первых во вторых работу выглядит и то что выглядит на счету в ручной просто у него такая палитра нет что он как выглядит это просто глюк но он не предусмотрен в оригинале шелкаж на что он его нарисовал да не Рейзер тоже такие использовал для больших гор и он их перерисовал. А вот Рейзер уже перерисовал вот эту, скорее всего. Да, нам нужен Алекс Вольт, я не думаю, что он бы стал добавлять нерабочую. Просто в этом смысле нет, проще было там земли насыпать и всё никак не мучиться. Это было бы в три раза логичнее. Я чуть надо дать оригинальный ром. А зачем мне оригинальный ром? Ну, чтобы доказать. Доказать что? Что использовал он его или не использовал. Ну то есть его миссию запустить 10 лет назад и там были те же самые броки? Да, да. Глюки прям вот такие, чёрные, и по ним рецепо внезли. Да. Очень странно. Ну тогда Алекс Вольт криворуков такой. Я думаю он сознательно это сделал. Зачем? Ну а в чём их глючность? Ну они глючно выглядят и глючно работают. В чём? Ну в том, чтобы они медленно ездят. Может быть так и задумано было, чтобы по ним надо было медленно ездить. А зачем? Ну тоже второй вопрос. Ну чтобы не так просто было проходить. Рвы, их надо было объезжать. Вот непременно. Рвы вокруг рефинерии. Не вокруг какого-нибудь завода, а именно вот вокруг рефинерии. Именно. Так надо идеально снизу. Брат бородатая рефинерия. Хе-хе-хе. Можешь с сейвами так доиграть, чтобы не надоедал. Да можно. Учитывая то, что... Ну сколько уже перезапусков было. Ты поехал, а? Вот я не представляю, почему он ездит по самой длинной траектории. Ну не было же такого. Ну, я думаю, он как-то выбирает маршрут. Сходя из чего-то. Постраничный задумывал. Не задумывались. Ну такой просто проблемы не было. Управляющего места кратчайшего пути есть сам. Чтоб пехота просто так не прошла. Наки что-то там раскусил. Наки выплюнь сейчас же. Ааа. Это метро. А, это метро. Я думал, Наки. Ну да. Видимо, да. Видимо, что пехота не прошла. И техника застревала. Короче, усложнил захват рефинерии. Почему этот подъехал в три раза ближе там, чем этот? Я не понимаю. Тот доставал, главное, а этот не встает. Там, видимо, тоже. А что сожрали сейчас? Кого? Да трудно сказать. Может, пули пытался сожрать? Я не знаю, что там съели. Это надо в записи пять раз в момент. Видимо, по зданию он тоже бьет по какому-то углу. По правому нижнему, что ли, да? Да. Именно поэтому такой глюк. Мне кажется, да. Да. Аликс уже четыре года делает свою эпопею. Четыре. С 2007-го то уже... Мне кажется... Десять лет. Девятого. Девятого. Ну, восемь лет. Десятого. Ну, неважно. Да. Если точно. Пять крутых кампаний. Он так их описывал. Пошел он, нормально. где он пропал мне кажется тебе надо у него спросить почему-то я считаю что он знает почему ты не стреляешь человек понятно у радиус прям вот прям в три клетки не баланс это балласт наки не делай так вообще кошмар мне кажется на кузову будет про просто выполнить твои пожелания чертож тупит электростанцию бы одну бы кстати захватить на юг наверно захватишь захватишь человека потеряешь ну и хрен с ним о про ровно бесполезно да куда ну я не могу там взять охренеть да ты иди сюда мой оказывается танчик есть два дульных году дульных 3 дульный будет ли запись но если юзер выложить то будет она не пола куда я был ученом отлично идет но на youtube можешь выложить я не записываю свеча на youtube ну если можешь перелить туда можно почему нет так если глющ не будет просят выложить да мы пока еще ничего не сделали чё тут вкладывать пять раз или нет десять раз начали заново где человек хоть один тройка нет вот один я зачем электричество чтобы не тратил жизни у реки на ремонт лучше захваченного рефинари может быть так хватит чуть я разогнался потратил плохо он плиты отстреливает что поделать такая фигня да заедет ты на землю а возьми танк я не знаю это голосовое управление нужно у меня не работает сейчас лопает мой танк скотина повезло почему он там землю не поставил под этим под плитами как когда как поставлю как поставлены плиты я не пойму на песок вообще вы охренели своими багами я думаю что ты поставлены тут как ландшафт криворукие все какие союзер у нас не сидел только вот лидер может нормальный миссии наверх это мое предположение потому что обычная плиты ставишь они остались землю а тут не так ну да должны оставлять землю этот вариант он поставил как ландшафт ужас другой стороны мне нравится а мне не нравится потому что то что то баг ты не можешь поставить плиту и сок просто не работает просто просто не работы ты все нет это работает по-другому это работает и так кого не может так нельзя движок игры запрещающий кайтул ну как запрещаю Ну так вот, запрещают. Ты можешь забажить движок, поставить насильно в редакторе. Но движок это запрещает. Баги это тоже. Работа по-другому. Это не отсутствие работы. Я не согласен. А если ландшафтные, то как раз после них остается земля. Не запрещает он, не слушай его лепестк. Кто? Редактор не запрещает. А движок где он? Ну попробуй на песок поставь. Давай я посмотрю. Вот построил в этом плиту и поставь ее на песок. Не поломав при этом. Почему песок остается? Но это глюк. В редакторе поставлено поверх песка. Просто тупо поверх песка поставлено. Но все равно он уже землю должен оставлять. Землю? Ну, мне кажется, это опять дознательно он так сделал. Может быть. И это интересно. Он умер, нет? Кто-нибудь знает? Да почему ты берешь просто человека? Баги равно часть геймплея. Неправда. Баги это баги. Они не портят геймплей. Но есть баги приемлемые, есть баги неприемлемые. И вопрос только в том, насколько ваша религия позволяет их принимать. Вся игра состоит из багов. Более редких или более частых. Есть даже такое выражение. Это баг или фича? То есть смотря как это... Как на это смотреть? Я, например, считал фичей то, что если захватишь здание компа и его вынесут, то комп на этом месте не может построить это же здание. Ну, да, это я помню. И считал так до той поры, пока это в один момент не объявили багом. В последний раз, когда я вот недавно с Таем общался по поводу руки смерти, я говорю, надо сделать вот, чтобы рука смерти иногда запускалась сразу. Он говорит, это баг. Это баг, то что он запускается сразу. Ну да, то есть ты строишь завод, а он сразу запускается, да? Ну да. Ну да, это баг. Да я это багом не считал. Ну, просто я не играл так, что выносишь завод свой же, потом опять строишь, у тебя все готово. Потом опять выносишь, и она у тебя готова. Ну просто на это довольно много денег надо было. Можно было, конечно. Почему нет? Это вопрос в отношении только. Танковый завод я уничтожил вместо того, чтобы захватить, да? Ну ладно, фиг с ним. Баг это в ПК-версии, когда можно до времени кучу дворцов строить. Но куча дворцов, наверное, это все-таки не баг, но почему должно быть ограничено дворец? Если электричество есть, место есть, которое ради бога. Вот это я не знаю, почему это баг. Ну вот, видите, вы по-разному относитесь к одной и той же ситуации. Ну да. Я тоже считаю, что это трудно назвать багом. Если ты так уж не хочешь строить дворец, ну и строй. Строй один, хватит. Все. Играй без багов, честно, как некоторые говорят. По-чесноку. Ну то же не заставляет. Так, тут у нас есть куча враженок где-то. Да, Старпорт. Так, я рада могу захватить, нет, эту хрень? Вряд ли. Не могу, да? А у меня человечков нет. Вряд ли. Сигаман пишет, скажите Думдэвид, чтобы он добавил страницу в видеопамяти, диапазон, шины, господи. Через час он придет, Сигаман, ты ему сам сообщишь. Два джипика, смотри-ка себе, как клевый я, какой. Где куча видоса Сигаман, Сигаман, Сигаман все удалил, наверное, он разнервничался в очередной раз. Мне кажется, он на нее другую кучу наложил. Так, ну что? Надо бы вынести вон тут уриль, чтобы она не мешала. О, у меня тут человечки есть. Я точно не могу Старпорт на Ханзе пипеть? Может, ты передумаешь? Нет, вряд ли. Я советую вот эту как раз турель захватить. Зачем? Чтобы она стреливала. Тяжело, довольно. Ну, хотя... А ты вынес им этот завод или еще нет? Какой? Машинный. Конечно. А, ну тогда уже это... Дело техно. Стреляй, ты, дебил. Опа, червь, все пожрет, все пожрет. Да почему ты? Ну, я не могу взять вообще. Значит, он пропал. Сколько у него жилья? он трое сожрал трех и пропал потом. Одного ихнего. Надоело залипать, а, все дергается, тормозит. Так, надо дочинить уж тогда, раз деньги есть. Захватывает космопорт. Да нельзя его тут захватить. Скорее всего. Если он сделал, чтобы его можно было захватить, это надо, опять же, 16-ричный редактор в руки брать. Но я сомневаюсь, что он именно так и поступил. Ну, смотри, что, турель не убивается. Убиваемая турель. Откуда у них деньги? На что они ее чинят? На ночевые. Так, что пишут Мэтро? Какие большие получились. Космопорт? Можно его захватывать, пишет Мэтро. Нет, то, что его в принципе можно, мы знаем. А можно его здесь захватывать? В этой миссии? Да. Так, нам надо как-нибудь убить ту хреновину, да? Нет, нам надо разведать вообще-то. Да хватит уже дергаться. Проверить просят. Ну, через сейв, если только можно посмотреть. а бараки. С червем внутри. бараки-то нельзя. Я имею ввиду, ты еще не это. Нет, я еще не это. Нормально. Еще одно турель. Что ты не стреляешь-то, тупой? Вроде нормально стало. Ну, да. Идеально. Попробуем сейчас, Наки, попробуем. У меня один человек есть, он еще живой, если не умер от старости. Кошмар. Кого там обнаружил? А, танк. Мы сейчас подведем, если они поедут. Не поедут? Прикол. Они не хотят. Ну, это надо стрельнуть, понимаешь. Ну, да. Там турель еще близко. Хватит меня знаки путать, юзер. Ну, что вы одинаковые какие-то там, не знаю, двое злорца. Космопорт уметь можно захватить, пишет накид. поэтому я видимо подумал. Уметь не значит жениться. кого он побил? Танечка мой побил. честное честно говоря, починить. У турели что-то неубиваемое. Из-за того, что у них халявные деньги, они прям чинятся моментом. Блин, тяжко. Надо все силы брать, чтобы убить одну дурацкую турель. халявные ее необязательно убивать. Но она мне будет мешать космопорт тестировать захват. Так-то не надо, я понимаю. Тяжелым танком можешь тупо посесть. Но он не смог. Я же приехал тяжелым танком и еще двумя легкими. я не смогу. Ну когда-нибудь у них закончится бабло. Ну сложно сказать. Может у них бесконечное бабло. Да ну. Сейчас мы будем страдать фигней. Юйзер беги, беги, юйзер, беги. Ого, все, без проблем. Вот он землю оставил на дюнах. Танцы картоновые башни пишет. Ну да. Почему так тормозит? Липецк. У тебя с интернетом все нормально вообще? Не думаю. Ну вот я так и понял. А я тут при чем? Что там у тебя с интернетом видимо? И стримы ты не можешь смотреть видео из облака. А что это было? У него же были жизни. я один раз выстрелил. Я не понял честно что произошло. Кто там видео смотрит? Я не мог выстрелить что у него жизни не было. же видел что он зеленый был. Я его с танком перепутал. Да нет. Не знаю честно говоря. ХП полное был. Вот пишет метро. Ну что значит уничтожил Найки. У него были жизни. Я не мог с на выстрел уничтожить здание. Видите опять глюки. странно. Я же вам сказал что вы что о вас думаю вообще. так поехали что все его нету нет я не дел креново ну ты вот сидишь и не играешь мог бы сделать цель каждые 10 минут может у него брони мало прописано может быть так тут где-то завод должен был быть червяк он не пройдет через эту щель не пройдет не пройдет хорошо липецк сказал не пройдет значит мы будем над тобой издеваться а в первой версии там делали другой ландшафт более такой грубый и он проходил бы да давай так что так тут у нас этот радар маловероятно что он нам нужен как хочешь стой там мы твой радар сейчас вынесем стой на горе жарь шашлык там и думаю это последнее будет строение нет еще барак барак же да я думал что вынес не успел а мэтр не прошел вчера что нет радар не захватывается метр барак тоже не захватывается ну тогда и космопорт скорее всего не захватывается нет космопорт не знаю захватываться в оригинале захватывался нет да с чего ты взял что он в оригинале у кого он там захватывался в оригинале не захватывался только барак и радар нет еще и космопорт хорошо юзер не знает он вообще уже ушел далеко хотя хотя вот я уже сам начал сомневаться поводу космопорта честно юзер зародил зерно сомнение сомнение да ну по крайней мере в оригинале там их и не было у компа так слушай там танк неудобно неудобно эти глупые человечки мэтр пишет захватывать космопорт да ладно достает мне кажется по чуть-чуть снимает должен да и вот ни хрена не снимает поближе нам подойти рен о откройте файл в редакторе посмотрите захватывался умный вам вам ближе нам некогда олипеск тем более там у него липецкий квас и эти как его называются чипсы мне просто тут эксперты сидят которые утверждали что там по 7 по 6 клеток 7-6 клеток чего в то время как я сказал что по 5 а но я уже вообще не помню из того что играю в хаки уже вообще я не понимаю где чего я думаю миссия будет более-менее нормально если не убрать все баги брать и будет нормально надо алексу писать он убрал все баги и добавил новые там еще один есть ты по кому стреляешь давай есть стреляй в свой завод а чеш не выберется отсюда там земля везде вообще на червя на это клетка не стерлась что-то тут вот это что такое но это проскролить надо просто наверное да попробовать захватить нет что там люди строят если захватишь он космопортом станет поехал где человек человек собаки друг давай беги я ничего не вижу что там так надо удовольный подогнать давай сохранюсь ой мэтр что ты пишешь ну да что поменял баги оригинала баги ребилда ничего содержательного так наки наверное уже ушел а то давайте мне дюну я хочу смотреть дюну так наки все с тобой понятно мы с тобой больше не водимся вообще червь горит червяк горит нет забегай он не хочет но откуда я знал что взорвется этот старпорт с одного выстрела бред вообще и червь остался там червь ну я говорю он никуда не денется ну юзер смог да стандартный текст хорошая работа продолжай служить нам и тебя ждет достойная награда 27 дальше там стандартная миссия третья например какая-то вторая общая рада руководитель вера минуты решение